Почему же не задать-то, если хороший вопрос, неблудливый? Не, хороший вопрос. Просто мне интересно, сколько лет я ставил свою бороду и столько ставил. Тут понятно, сколько лет и борода. А вам столько лет, что борода растет, а вы бреете, при том мусульманин. Вы нарушаете свои правила. Если бы вот эту книгу-то читали... Библия. Библия. Вы бы так не поступали. А вам как начнешь говорить, а я не такой веры. А какой ты веры-то? Ты вообще без веры. Что? Мусульман? Считай. Твоя книга? Коран. Коран. Считай, что написано? Баран. Не прочитаешь? Ну, и у нас православные такие же, ничего не могут прочитать. Вы собрались за чего туда? А я объясняю. У тебя дома по этой книге разрешается четыре жены иметь. За каждую колым. А тут сорок четыре голые даром. Вот вы тут и собрались, все южные жеребцы. На чужих кобыл скакать. А ты Бога бойся. Уверуй. Господь зыщет за все после смерти. А ты с утра раньше караулишь тут сидишь. Жертву свою голую. Бля, дэйс. Только не ругайся. Смотри. Хорошо. Я зашел туда. Эй, когда на тебя смотрели, я думал, какой-то бумажный эфир. А я не знал, что ты это поп. Ну, я не поп. Я проповедник. Да, Бля. Мы сейчас сегодня воскресенье. Мы в храм идем. У нас церковь. Благодарим Бога за все. Мы проехали большое путешествие. У меня вышло 38 томов книг. Книг. Напечатать мне пришлось. И Господь благословил, разум дал. Подарить книги для библиотек. И мы проехали 120 тысяч километров. Шесть мусульманских республик. Турцию. И везде подарили книги. На 35 миллионов подарили. Ну, это хорошо. А можно вопрос? Кто вы считаете Иисусу? Иисус. Иисус тот, за кого Он себя показал. Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Не как у вас написано. Через 600 лет пришли, учите нас. А вы сейчас что думаете? Иисус умерла или нет? Умер и воскрес. Поэтому у нас Пасха есть. И говорим, Христос воскрес. Это задал вопрос. Задал вопрос. Не перебивай. Я отвечаю, а ты лезешь. Написано, глупый тот, не выслушав ответ. Задал вопрос. Я отвечаю. Он спаситель мира. Второе лицо Святой Троицы. Мы верим в единого Бога в трех лицах. Он умер за наши грехи. Пасха Христова воскрес. Христос воскрес. Все отвечают, что? Воистину воскрес. У нас спаситель есть, а у вас нет спасителя. У вас там много есть хорошего. Как старших уважать. Как женщин сохранить. Но у нас все хорошо. У нас все по порядке. Не все хорошо. У Бога нету три лица. Понимаешь? У вас два пункта. Их 1200. А вы два пункта взяли. Кто последний пророк? И кто? Он умер за нас. Мы все. Я понимаю. Он тоже наш пророк. Иисус я тоже люблю. Это не наш Иисус. Наш Иисус умер и воскрес. А у вас Иса. Он не умер и не воскрес. Это разные персонажи. Я христианин. Я верую, как Господь сказал. В Евангелии написано. Четыре Евангелия. Смотрите. Тот, который есть. Тот, который за вашим... Он умер за наши грехи. Христос умер за наши грехи. Умер и воскрес. Он не умер. Понимаешь? Он не умер. Да не умер. Это, знаешь, кто говорит? Это евреи говорили. Его украли. Он не воскрес. А вы поддерживаете эту ложь. Это евреи. Первый. Первый еще. Я тебе сначала объясняю. Извини. Что ты можешь объяснять? Я 56 лет иду этим путем. А ты мне объясняешь. Тебя еще на земле не было. Я уже проповедовал. По тюрьмам шел за Христа. Слушай, да. Слушай, младенец. Желторотый птенец. Да подожди, наперебивай. Ты должен слушать. Ты пришел слушать. Тебя слушать-то нечего. Одно. Наш пророк последний. А Христос, он не Бог. Вот и все. У вас кончилось все. Ваше рождение свыше вы понятия не имеете. У нас вторая жена, это блудник. А у вас четыре, праведник. Да еще за гробом обещают гури по 40 менять за ночь. Духовного-то ничего нет. Да, вы дружны, когда голову резать. Тут вы дружны, я знаю вас. Нас везде принимали очень хорошо, мусульмане. Как родных братьев. Но мы должны сказать правду. Без Христа вы погибшие, все в ад пойдете. Прими Христа, как он умер. За наши грехи пролил кровь причистую. Он умер за нас. А пророк Мухаммед что? О нем еще не сказано. Он за нас воевал. Он тоже за нас поддерживал. Послание к Галатам. Первая глава. Восьмой-девятый стих. Написано. Если кто, мы, апостол или ангел с неба, Джебраил, придет и будет проповедовать не то, что мы говорили, что написано в Библии. Да будет ему она, ему проклятие. Дальше. Деяние апостола. Четвертая глава. Двенадцатый стих. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Кроме имени Иисуса Христа. Евангелие Оттянута. Третья глава. Тридцатый стих. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Не верующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Я вашу книгу не опровергаю. Там нечем мне брать. Я свое проповедую Евангелие. А знаешь, про вашу книгу что я думаю? Все там ложь, понимаешь? Да думаешь-то, что ты... Зачем тебе думать-то? Ты пришел в шестьсот... Скажи, когда умер ваш руководитель? В шестьсот семьдесятый году. Не знаю. В шестьсот тридцать втором. Вот первая твоя ошибка, ты веру свою не знаешь. Второе. Скажите, ваш руководитель меч брал в руки, воевал? Наши пророки что ли? Да. Воевал. А у нас Христос говорит, выложи меч в ножны. Кто взявший меч, от меча погибнет. Дальше я спрашиваю мусульман. Сколько сражений он провел? Ни один не может ответить. Слушай внимательно. Семьдесят два сражения. И только два были оборонительные. А семьдесят грабили караваны. И они это не отрицают. Ты что меня учишь-то? У меня книга написана... Я разбираю каждый стих, каждый аят. В сравнении с Библией. Целый том написанный. Что за 1300 лет было сказано о мусульманах, какие были правители. Я занимался этим несколько лет. Ты тут... Меня тут не подставлять. Ты что хочешь сказать? Я хочу сказать, Христа прими, Он воскрес. Мне не надо. Я ничего здесь не беру. Я говорю, Христос, как написано у нас в Библии. И как жили люди, первые апостолы умирали. В первые века 475 человек. Подожди. Тысяч казненных. Полмиллиона казненных за Христа. Он не воскрес. Ты сам подумай. Сам подумай, да? В Библии написано, что водки можно. А ты что скажешь насчет этого? Когда пьешь, ты пьян станешь. Насчет чего? Подожди. Подожди. Повтори. Повтори. Я не понял вопроса. Что нужно? В Коране, в этом Библии написано, что водки пить можно, да? Не написано. Этого нет. Пьяницы старости Божия не наследуют. Что ты городишь? Пьяницы в аду гореть будут. Тогда ты про мусульмане говоришь, что не виние мусульмане. Тогда зачем все русские, которые христиане, все пьют? Я тебе отвечаю на вопрос на твой. Ты спросил, что я тебе ответил. Что ты, я тебе не враг. Что ты так смотришь-то? Русские, русские. Они Бога не знают, как и ваши. Ваших здесь 80 процентов. Разбратники все собрались сюда на эту рулетку. И караулят, как хищники сидят здесь. Голые женщины. Я им ответил. Вообще-то вы что зашли туда? Я проповедую. Слушай, ты этот вопрос задал. Зачем я зашел сюда? Я здесь уже 85 дней. За это время, за это время, за это время, за это время, примерно 500 человек услышали Слово Божие. Больше тысячи человек направлено на истинный путь. Я проповедую, показываю Евангелие. Не считаю псалтырь. Зачем я пришел? Во враче имеют нужду больные. Здесь больные люди. Содом и Гоморра. Я для этого и пришел сюда. Для этого мы проехали. Я в Барнауле живу, до Владивостока. И проехали до Лиссабона. В Скандинавию, в Прибалтику. Турцию прошли. Это не просто так. И везде проповедовали. 120 тысяч километров прошли. А ты сидишь дома, караулишь чужую женщину. В чем надо сравнить? Мы разные с тобой. Но я тебя не отрицаю. А мы, знаешь что, зачем мы это... Ну вы же только что сказали, что вы охраняете свою женщину, да? Я не сказал этих слов. Это вы говорите. Я говорю, вы, мусульмане, хорошо бережете своих женщин. Вот у вас одеты в платок хижаб. И у нас в общине одеты так же. Ты зайди на наш канал. Называется «Вас в сети Библии». И когда наши женщины идут, а платья до полу, до земли. И идут, как они одеты. Какие красавицы. А ваши тут с юга работают на дороге. Они как увидят наших... Ой, наши мусульманки. Мы говорим, да это православные. Нет. Они нас за мусульман все признают. У нас как в хижабе все одеты. Ты зайди на наши ресурсы. Я вижу, как все хижабы вижу. Да. В Москве полностью коротким юбким. Это не наши. Эти люди Бога не знают. Мусульмане... В Москве столько. Я гулял в России в общем. Еще раз говорю. Наша община. Я не видел такого. Скажи, меня зовут Игнатий Лапкин. Тебя как зовут? Некрус. Как? Некрус. Некрут? Да. Так вот, Некрут. Ты зайди на наш ресурс. На наш ютуб. Называется «Вас в сети Библии». Мы строим православную деревню. У нас нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Вы говорите, я свинину не ем. Вы говорите, а я вообще мясо не ем. Больше полвека. Еще из этого. Я из-за этого праведности не делаю. Я вообще в рот мясо не ем. Алкоголя, ни пива, ни грамма не берем. У нас этого нету. Мы за сухой закон. У нас тоже нельзя такого запрещенного. Да, я знаю это. Я говорю, вы молодцы в этом вопросе. Но вы без Христа. Спасителя нет у вас. Вы пытаетесь на бараней въехать в Царство Небесное. Не получится. Ну а как, Курбан Барам, как празднуете-то? Ты свою веру не знаешь? Ты со мной еще споришь-то? Младенец. Подожди. Желтороты. Курбан Барам, знаешь-то? Баран. Ты баран не можешь. Здесь говорит Коран, а тут баран. Просчитать не можешь. Надо веру свою знать. Баран, давай сейчас я тебе с тобой по-арабски разговариваю. Да не будешь ты по-арабски. Мне не надо это. Ты Евангелие считай. Ты вообще-то сможешь вообще-то называть. У вас написано Инжил. Инжил. Что такое Инжил? А? У вас написано в Коране Инжил слово. Что оно означает? Инжил? Инжил. Инжил. Да. Это Евангелие. Это Евангелие. У вас написано Марьям. Марьям. Это Мария наша. Дева Мария. Но. Но. Сколько раз в Коране слово Марьям встречается? Ты не знаешь. А я тебе скажу. Если ты бы грамотный был. Ты бы сейчас ручку взял и записал. Я работаю целый год с Кораном. Сравниваю с Библией. А ты меня учишь. Молокосос. Старик просто в шоке. Я первый раз тебя видел. Думал какой-то бомж был. А ты какой-то бомж. Иисус был бомж. Если так разговаривать. Ваш руководитель тоже был бомж. В пещере жил. Бомж это не что. Меня выгнали из дома. Я бомж. А я строитель. Да, знаешь, просто я шучу. Ну, как сказать. Просто в этом времена, ну, так считается. На этом времена. Так, смотри внимательно. Знаю, что. Слушай, сейчас мы расстанемся. У нас время не будет говорить. А вы сейчас внезапно отключайтесь. Не отключайтесь. Запомни, запиши. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. И ты зайдешь на наш ресурс. Ресурс очень большой. У нас 15 300 роликов наших. Мы строим православную деревню. Отдельно. К нам мусульмане приезжают. Вот мусульмане приезжают. Крещение принимают. Христианами делаются. Это очень хорошие люди. Да, да. Не постарайся. Я хорошо знаю о своей религии. А что ты знаешь о своей религии? Ты Христа знаешь. Тебе твоя... Когда умрешь, по мытарствам душа пойдет. Религия ни одна не поможет. Ни наша, ни ваше. Спасает Христос. Он умер за нас. Мои грехи взял на себя. И веруя в Него, я имею жизнь вечную. Подожди. Давай, мы с тобой спорим. Нет. Спорит тот, кто... Иншаллах. Слушай. Иншаллах на том свете, когда мы оба умираем. Слушай. Меня подожидает. Слушай. Спорить не надо. Я не спорю. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Подожди. Просто обещаем друг другу. Не спорим. Обещаем друг другу. Когда умираем оба, на том свете, потом увидимся, у кого религия правильнее, у кого неправильнее. Я не о религии говорю, ты меня не понял. Я о религии вообще не говорю. Я говорю, что Христос умер за нас. Написано, любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вы Иисусу думаете, что Сын Бога, что ли? Да мне думать не надо. Так написано. Так и веровали люди. Это все ложь. У Бога Сын. Вы что? Ложь. Это Сатана там и говорил. Говорит, я тебя не признаю, сын. Это ты говоришь прямо по Евангелию. А там написано в 8.44. Ваш отец дьявол, вы хотите исполнять похоть отца вашего. Это евреям он говорил. Вас не было. Но вы туда подсуседились. Да ты обожди. Ты ругаться, я не пойму. Какое-то слово лякаешь-то. Какое-то слово? Что? Какое-то слово говоришь. Материшься, что ли? Да иногда. Да ты что? Совсем ошалел. Какая же твоя вера-то? За каждое слово Бог говорит, отвечает будете гнило. Ты что в самом деле-то? Я не слышу плохо, а ты тут мне гадости всякие. Так, все. Я тебя просил не ругаться, а ты не можешь. Моя... На улице. Так, все пока. На улице Аллах не слышит, да? Конечно, слышит. Ну, так зачем ты обманываешь? Я разговаривал с мулами, с имамами. Мы, когда в поездке были, в доме мулы ночевали. Ходили в мечеть, я там молился. В комнате для намаза. Ты меня учишь. Я веру эту знаю не понаслышке. Мы с ними знаемся. Шесть мусульманских республик... Смотри. Шесть мусульманских... Ошибаешься. Шесть мусульманских республик прошли Турцию. И нам нигде... Мусульмане плохо не сделали. Они нас приглашали. Они, мало-то, увидели, в магазин завели, в магазине старались нам продукты дать. И деньги не взяли. Вот, видишь, какие у нас люди добрые. И у нас добрые люди. Везде добрые. Но спасает Христос, а не доброта. Добрых людей в аду очень много там сидит. Ленин был добрый, Гитлер был добрый. Все в аду сидят. Христос. Это Иисус, да? Потом ты думаешь нас... Я говорю о нем. А, О, Джисус Крайст. А, когда мы умеряем, у нас... Мы тоже любим Иисуса. Но у нас свои пророки. Мухаммад. А я не трогаю ваших пророков. Он сверучает. Я не трогаю пророков ваших. Я по Библии говорю. Ты не понял меня. Я вас не опровергаю. Я говорю в Библии. Я хорошо тебя понимаю. Ты говоришь, когда умеряем, нас толком выручает. Христос. Не так ли? Там написано так. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих. Ты же не знаешь и споришь. Написано. Христос, говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас. Я это понял. Когда я на корабле работал еще. Я тогда отодвинул все, чем занимался. Изучением языков разных. Я занялся одним. Познать волю Божию. И 56 лет иду этим путем. Я заплатил за это дорогую цену. У меня пять тюрьм и лагерь за спиной. Меня советская власть душила и мучила. 26 лет психиатрия только вынимала душу. Видно. У тебя же волос не осталось. Видно. Ну и что не остались? Не в волосах ум-то. А говорит, умные волосы покидают дурную голову. Ты просто хороший, но немного. Ну ты говоришь, что только Христос помогает. Только Христос. Он спаситель мира. Он умер за меня. И кровь свою пролил. Страданием на кресте меня он искупил. Не надо песни. А вот смотри, у вас написано, такие слова сейчас я скажу, Ибрагим. Есть такое? Ибрагим? Ибрагим. Имя такое, Ибрагим. Ибрагим это вроде по-русски, по-арабски. Ибрагим, а у нас Авраам. Я сравниваю, сколько раз. У вас есть Муса, у нас Моисей. Вы от нас взяли, вы на 630 лет позже пришли. А кто от кого брал-то? Муса, да, Муса. Муса. Я по порядку вам говорю. Теперь Яков, как у вас называется? Якуб? Да, да. Якуб Якуб. Ну вот, кто от кого брал-то что? Вы отрезали все, взяли только то, что на слуху. Ух услышали. И любопытный человек, который писал. А рядом жили еретики, он от них это и взял. Они так понимали, зараз 300 были там. Настоящие ты христиане. Ты считаешься. Ты веришь в то, что там зародилась ваша вера. Я не опровергаю. Ну, что ты опровергаешь-то Библию? Когда она пришла раньше. Люди умирали за это. Ее переписывали, и поэтому ошибка была. Ты не знаешь, как переписывали? Каждая строчка, как только ее переписал переписчик, он считает буквы. Получилось, что 72 буквы. А которые переписывают, там написано строчки и сколько букв. Он переписал, считает у себя. А одну букву не потеряли за 1600 лет. Так, давай прощаться, у меня некогда сегодня. Выходи на нас, если по скайпу, заряди Игнатий Лапкин по скайпу, и мы побеседуем. Запомни это. Я тебя не опровергаю, я тебе просто даю знать, чтобы ты знал, что баран не спасет. На нем в рай не въедешь. Вот тебе Курман Байрам. Давай, дорогой, не раздевайся, за чужими женами не гоняйся. Это Содом и Гаморра. Это, я же за чужими женами не гоняйся. А зачем ты тут караулишь-то? Утро ранее, а ты сидишь тут караулишь. Кого ты обманывать-то хочешь? Я с мусульманами жил, в мусульманском лагере отбывал. Я, ты имеешь в виду, что я на эфире сижу? Я хочу сказать, в жизни мне, лично мне, я про себя говорю, не было ни одного мусульманина, который воевал бы, когда я молюсь. Никогда. Они всегда помогали. Ты слушай внимательно. Ты еще младенец, со мной спорить. У тебя на плече звезды пятиконечные масонские. Ты даже этого не знаешь. О, это другое дело. Это флаг. А звезды эти убери. Это антихрист такие звезды дал. Крест должен быть, крест. Он умер за нас. Так, все. До свидания. До свидания. С Богом. Заходи по скайпу, Игнатий Лапкин, по скайпу. И меня найдешь.